Женская молодежная Недавно по телевидению ушла отличная передача о шахтерском городе на Урале, Копейске. Ведущая знакомила телезрителей с лучшими представителями трех поколений копейских горняков, с посидевшими ветеранами, героями труда, с их сыновьями и внуками, достойными дедов и отцов. На сцену были приглашены горнячки, первые в годы войны отозвавшиеся на призыв «Девушки в забой». Они получили почетное право вручить свое завоеванное в то нелегкое время красное знамя шахтерам комсомольской бригады, победителям социалистического соревнования. Матери передавали славную трудовую эстафету своим сыновьям. Этот знаменательный эпизод глубоко взволновал меня, и мне вспомнилась закоптелая, скупо освещенная, нарядная одной из карагандинских шахт, постепенно наполнявшаяся людьми ночной сменой. С группой рабочих вошла рослая, круглолицая девушка, глядя серьезно, пожалуй, даже сурово. «Чалова!» – окликнул ее горный мастер Барсуков. «А знаешь, сколько твоя бригада вчера выдала?» «Сто пятьдесят процентов!» Девушка улыбнулась, удовлетворенно и уверенно. «Так мало и должно быть». Почти следом за ней в дверях появилась ватага девчат, и в полусонной ночной нарядной сразу стало оживленно и людно. «Катя! Катюша!» Девушки окружили Чалову, рассказывая что-то очень смешное, хохотали, и Катя смеялась так, что в ее лице не осталось и тени суровости. «Ишь разыгрались!» – заметил Барсуков. «Рады! Вчера Трестовское знамя получили!» Улыбаясь, объяснил он мне. Бригада шесть девушек-ровесниц была в сборе. И Дуси Якубина, высокая под стать Кате, колхозница из-под Кустаная, и карагандинка Паша Волконская, помощница-бригадира, и запальщица Инна, и Рая, и Настенька. «Тебе письмо!» – одна из подруг подала Кате сложенную треугольником бумажку, испещренную штемпелями и марками. Катя поспешно взяла письмо. «Может, от брата с фронта?» – подошла поближе к свету. «Нет, из дома отцовская рука». Катя принялась за письмо, читала его вслух. Кланялись отец Иван Андреевич, мать, братья, сестренка, родичи, подруги и соседи. Все помнили ее, желали здоровья и очень хотели с ней повидаться. «О сыне нашем!» – писал отец крупным, стариковским, дрожащим почерком. «О брате твоем!» – все никаких известий. «Очень хотим повидать тебя, попросись в отпуск, если можно. Ну а коли дело не пускает, потерпи. Как ни трудно, надо работать честно». Вот точно голос его слышу, старый уже. Инвалид, левая рука искалечена, в гражданскую войну белогвардейская пуля испортила. Нарядная наполнялась, задребезжал звонок, и девушки пошли в забой. Рабочие места подготовлены. Девчата быстро и аккуратно разобрали отпаленные уступы и так споро взялись за погрузку, что бурильщик и запальщица не успевали бурить шпуры и отпаливать. Пришлось Кате отложить кайло и помогать бурильщику. Тем временем девушки выгребали уголь из-под конвейерной линии, за органкой и вычистили забой под метелку. Чуть не простояли по вине слесаря, оборвался плохо смолченный рештаг. Вовремя заметили и, изругав виновника, в один миг сами подвесили рештаг, закрепили болты. Молодцом девушке похвалил Барсуков. Герои, отозвалась Катя, все как один. А помнишь, не хотела к нам идти? Полгода назад, когда Кате объявили, что ее назначили бригадиром на второй участок, она очень огорчилась. А жаль было расставаться с первой лавой, где научилась ходить под землей, привыкла к условиям забоя, к людям. Бригада была хорошая, девчата дружные. Катя сжилась с ними, сроднилась. И девушки уговаривали ее, не уходи, Катюша, оставайся с нами. Во второй лаве уголь твердый, да и с девчатами неизвестно, как будет. Уголь в новой лаве и в самом деле оказался твердый. Зато новые товарищи встретили Катю приветливо. Начальник участка Субботин охотно помогал новичку-бригадиру, а работницы сдружились с Катей. И теперь бригада постоянно выполняет полтора, а то и два задания за смену. Под землей всегда ночь. Время определяется по ходу работы. По смене бригад, по усталости в теле. И когда появился горный мастер с запальщиком первой смены, девушки обрадовались. Значит, над землей солнце, можно и на гора. Перед самым окончанием смены в лаве показался начальник участка Субботин. Обошел забой, посмотрел, прикинул что-то и сказал Кате. Наряд участку увеличен, придется твоей бригаде отработать и еще смену. Устали люди, хотела было отказаться Катя, но вспомнила брата. А он на фронте не устал, что ли? И обратилась к бригаде. Левчата, не скажу, что легко, но остаться нужно. Нельзя иначе. Подумайте только, шахта может не выполнить план по нашей вине. По нашей, понимаете? По вине передовой молодежной бригады. Кто бросит работу? Паша Волконская, ты согласна? А ты? В упор спрашивала Катя. Уже не смеющаяся Катюша, а бригадир Екатерина Чалова. Через полчаса бригада начала новую смену. Сначала было тяжело, девушки набирали темпы, и уголь снова потек непрерывно по громыхающему желобу рештака. Катя работала молча, упорно, помогала ослабевшему разбивать неподатливые глыбы угля, переставляла людей, поспевала всюду из-за грузчика, из-за слесаря, из-за бригадира. Увлеченные ею девушки, забыв об усталости, неутомимо работали кайлами, лопатами. Бригада вышла на гора после обеда. Под горящим солнцем цвел удивительно яркий обновленный мир. Свежая зелень в лощинке слепила глаза. Пахучий воздух наполнил грудь, зажег кровь, смыл сердце усталость. Настенька запела развеселую частушку, девчата подхватили и двинулись гурьбой. Бурный весенний ветер подхватывал, рвал звонкие, заливистые голоса. И песня заметалась над пустырем, падала, взвивалась и уносилась вдаль. Девушки направились к поселку. Расставаясь, подруги оборачивались к Кате, махали руками, кричали вдогонку. «Катюша, отдохнешь, управишься, приходи к нам!» Катя широко улыбалась в ответ, радуясь солнцу и крепкой, веселой, девичьей дружбе.